Атаваихсан представляет Что вызывало удивление у еврея, и он спросил «Какая польза от этих многочисленных молитв салаватов за твоего пророка?» Праведник ответил «Мне достаточно того, что никакая тревога не приближается ко мне». Тогда еврей решил обмануть своего соседа, дабы потешиться над мусульманами. Так он пошел к праведнику и сказал ему «Возьми это кольцо на хранение к себе, пока я не вернусь из поездки». Праведник согласился, сказав «Нужда не исполняется, кроме как с молитвой салават за пророка». После этого еврей наблюдал за домом праведника. Пока в один из дней все не покинули дом. Он тут же зашел в него, искал кольцо, пока не нашел его. Затем пошел и сев в лодку, заплыл в море и кинул его туда. Затем еврей вернулся и пошел к праведнику требовать свое кольцо. Встретил еврей праведника, идущим на пути домой, и сказал ему «Я бы хотел получить свое кольцо назад». Праведник ответил ему «Нужда не исполняется, кроме как с молитвой салават за пророка». Еврей сказал «Я хочу свое кольцо немедленно». Праведник сказал «Сегодня с молитвой салават за пророка Аллах одарил меня щедрым уловом большой рыбы и клянусь Аллахом, не отдам тебе кольцо, пока ты не пообедаешь с нами сегодня». И настоял на своем, пока еврей не согласился и не зашел к нему в дом. Праведник отдал рыбу жене на приготовление, и пока он сидел с евреем, жена позвала мужа показать ему то, что она нашла в животе рыбы. И когда увидев кольцо, он был поражен и побледнев, сказал «Клянусь Аллахом, это же кольцо еврея». Пошел посмотреть место, где он положил кольцо на хранение, и не нашел его. Увидев его в замешательстве, еврей спросил «Почему же ты побледнел? Если ты мне не отдашь мое кольцо, я непременно расскажу об этом евреям и мусульманам». Праведник сказал «Нужда не исполняется, кроме как с молитвой салават за пророка саляллаху алейхи ва салям». Еврей сказал «Не думая, что после сегодняшнего дня ты будешь молиться за пророка саляллаху алейхи ва салям». «Если ты не вернешь мне мое кольцо, я непременно опозорю тобой, мусульман с их нравами, и ты будешь примером для этого позора, и тобой я заставлю их смолкнуть и смогу их попрекать». Праведник сказал «Клянусь Аллахом, не из-за твоего кольца я в недоумении, но меня смутило другое. На, вот возьми, это твое кольцо». Еврей потерял цвет лица, его губы потемнели, изумленно осматривая кольцо, и он сам не свой говорил «Это же оно, это же оно!». Праведник удивленно сказал «Тише, тише, успокойся, что с тобой?». Еврей спросил «Заклинаю тебя твоим Богом, откуда оно у тебя?». Праведник сказал «Ты наверняка сошел с ума, разве не ты доверил мне его хранить у себя, пока ты не вернешься с поездки?». Еврей снова «Я заклинаю тебя твоим Богом, скажи, где ты его нашел?». Праведник ответил «Я нашел его в животе рыбы». Тогда еврей рухнул, потеряв сознание, и когда пришел в себя, рассказал праведнику то, что он сделал. Тогда праведник сказал «Ты своей хитростью смог украсть кольцо и бросить его в море, а Аллах смог своим могуществом опустить кольцо в живот рыбы, которую я поймал. Я ведь говорил тебе, что наши нужды не исполняются, кроме как с молитвой салават за пророка саляллаху алейху и салям». Тогда еврей сказал «Ты прав, и я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад посланник Аллаха саляллаху алейху и салям». Прочитав эту удивительную историю, прочитай молитву салават за пророка саляллаху алейху и салям, лучшего из людей из-за его семейства. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммады.